Внимание! Данное видео может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, оклоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды, нецензурные выражения и брань. Поэтому оно не предназначено для просмотра детьми и лицами с неуравновешенной нервной системой. Всем привет, с вами Готика и с вами Сок. В этом ролике я хотел бы поднять вот какой вопрос. Меня частенько спрашивают и вижу комментарии в определенных пабликах, что же купить на миллион. Я только начал играть, не знаю какой бизнес и так далее, и так далее. И этот ролик конкретно для этих ребят, которые начали играть в 2К19 GTA и не знают куда потратить деньги. Я не хочу обозревать, что нужно и что не нужно. Нужно фактически все, я имею ввиду из предприятий. А в какой последовательности в этом ролике я вам и расскажу. Для начала стоит задуматься над стилем игры. Что вы предпочитаете, играть в соло или играть с друзьями? Игроки в сессии, с которыми вы можете перевозить груза или товар или еще что-то, это не считается. Потому что они сегодня есть, завтра их нет. Они сегодня вам помогут, а завтра расстреляют в спину. Иными словами, определите ваш стиль игры. Если вы одиночка, играете один, вам безусловно подойдет предприятие организации. То есть быть шефом организации. Приобретаем офис. Если у вас расширенная версия, то офис вам дает бесплатно. Тут на выбор два варианта. Первый это перевозка грузов. Второй это перевозка машин. На мой взгляд, самая выгодная, безусловно, перевозка машин. Она достаточно легкая. Угнали тачку, перепродали профит на карман. Для игроков, которые играют в компании, такой вид бизнеса не подойдет. Тут нужно уже непосредственно мотопредприятие. Мотоклуб, бункер и так далее. Начать стоит же, конечно же, с клабхауса. Если у вас расширена версия, клабхаус вам бесплатный. Если же нет, советую купить клабхаус в городе. Сделано это для того, чтобы вы могли внутри города, когда вы занимаетесь своими делами, играете в рулетку, просто развлекаетесь. Вы могли зайти в любой момент в клабхаус. И не надо было лететь через всю карту. Покупаем непосредственно клабхаус. Обгреживать его там декорациями денег не тратим. Мы просто покупаем клабхаус для того, чтобы можно было создать мотоклуб. После этого вас должны интересовать всего два вида предприятия. Это кокаин и метамфитамин. То есть кокс и лаба. Стоят они дорого. Денег на то, чтобы на них заработать. Можно выполнять ограбления, миссии, судный день, лестер и так далее. Я против кличей, я против накруток, я против читов. Поэтому я только за легальный заработок, все мои деньги, все мои приобретения были достигнуты в игре легально. Приобретать склад кокаина надо в Elysium Island, а лабораторию в терминал за 1 365 и 1 462 500, соответственно, за кокаин. Почему? Потому что это центр карты и перевозить вы будете в Лос-Сантос для прибыли. Если вы приобретете в Лос-Сантосе или в Палета Блейбейт, то вам придется долго перевозить вашу продукцию итоговую. Следующая в очереди предприятие – бункер. Соответственно, его нужно приобретать после того, как вы приобрели два предприятия мото-клуба. Покупаем бункер, также апгрейдживаем на улучшение, без безопасности. На безопасность можно вообще деньги не тратить. И таскаем сырье, по аналогии с Клабхаусом. С ангаром и базами я бы не заморачивался, потому что ангар, по аналогии с Шефом, перевозят только в соло заработок. Не особо большой. Единственный плюс приобретения ангара на военной базе – это доступ к военной базе, где вы сможете угонять бесплатно лейзер. Но это, пожалуй, единственный плюс приобретения ангара. База нужна непосредственно для запуска сутного дня. Как таковой заработок она несет одни сплошные расходы. Пожалуй, одно из самых моих любимых добавлений предприятий от Rockstar – это ночной клуб. Потому что вообще ничего не надо делать. Ваши предприятия просто работают. Вы таскаете также сырье мотоклуба. И ночной клуб, склад ночного клуба техники дублируют ваши предприятия и там заказаны. Таким образом, это самый пассивный из всех видов источника пассивного дохода. Единственное, что надо поднимать репутацию клуба, но там вообще не особо каких-то проблем это создает. Десять тысяч и полотделения у вас есть. Да ну нахуй! Либо выполнять задания, тоже там пятиминутные задания. Поэтому ночной клуб надо приобретать самым последним, потому что у вас должны быть предыдущие предприятия, чтобы он мог приносить вам прибыль. Ну, соответственно, значит, получается у нас с вами вот такая последовательность. Если вы играете один, таскаем ящики, как, собственно, уже было сказано в 2016, 2017, 2018 и так далее. Если вы играете с друзьями, по очереди покупаете сначала фото-клуб, потом бункер, потом ночной клуб. И будет вам счастье задумываться над тем, что приобретать, какого едут транспорт, покупать ли Куруму, покупать ли Халфтрак, покупать ли Тампу. Имеет ли это смысл в 2019? Об этом я расскажу чуть позже. На данный момент копите деньги, выстраивайте свой бизнес. Бизнес должен приносить вам доход ежеминутно, ежечасно, ежедневно и так далее. Без него покупать какие-либо другие виды транспорта, вооружения или недвижимости в игре, я не вижу смысла для легального заработка. Сначала отстроите свою дверь. Ну, а с вами была Готика, с вами был Сократ. Подписывайтесь обязательно на канал. Будет весело, будет жарко.